на портал экзекет поступил вопрос что означает слова христа про вторую поприще которой надо с кем-то идти ну и слова христа если тебя попросили пройти одно прочь про с ним два если попросили верхнюю одежду от да и нижнюю вот это конечно надо понимать буквально там просили минусы ты начал здесь раздеваться трусов не так тут имеется ввиду что ты не думай о количестве добра которая тебя требуется ведь люди иногда Jas или найти руководство такими рыночными отношениями ты мне я тебе вот и мне такое вот какое-то добрый дело я тебе доброе дело ты мне там вот там что такое хорошее сделайте что-то хорошее сделано если ничего хорошего не сделала эти тоже извини ничего хорошего делать не буду вот вот господь вот этим выражением своим он эти рыночные отношения в расстой сфере отменяет. Вот тебя попросили что-то доброе сделать, а ты сделаешь не только то, что тебя попросили, а в два раза больше. Почему? Ведь это как-то может показаться по-человечески несправедливо. Несправедливо. А какая справедливость в добре? Добра много быть не может. Если я сделал столько добро, я сделал то, что должно. В процессе добра я получил благодать Божию. Давайте посмотрим с этой точки зрения. В процессе добра я получил благодать Божию. Я сделал добро, получил благодать Божию. Я сделал больше добра, получил больше добра, благодать Божией. Я сделал очень много добра, получил много благодать Божией. С этой точки зрения, получается, что чем ты делаешь больше добра, тем у тебя лучше. Чисто психологически. Ты сделал добро, это проявление любви. Ты сделал больше добра, у тебя любви в душе больше стало. Ты сделал много добра, у тебя стало много любви. А что такое счастье, как не любовь? Чем ты больше делаешь добро, тем больше у тебя счастья. Ну, могу сказать, батюшка, у меня дела добра много, что-то особое счастье не почувствовал. Наоборот, как-то есть такое урожение «делай людям добра, не получишь зла». Но то, чтобы по-настоящему почувствовать любовь, надо сделать очень много добра. А точнее, даже не так. Надо просто не считать, сколько добра сделал. И потом, если тебе в ответ на добро пришло зло от людей, бывает такое в нашем мире. В ближайшем возле бывает такое. Ты сделал добро, человек, а это тебе зло. По разным причинам. Он тебя не понял. Или ему выгодно с точки зрения каких-то коммерческих и других интересов тебе сделать сейчас зло. Ну и что? А что ты потерял? Да, человеческий ты потерял. Тебя расстроило, материально как-то ущемило. Но в душе ты ничего не потерял. Потерял он, сделал зло. А ты сделал добро, ты ничего не потерял. Тебе просто не надо вставать на его точку зрения. Не надо, вот сделав добро, получив на это зло, самому злиться. И тогда, если ты в ответ не злишься, вот ты-то добро сделал. И у тебя добро в душе. Потому что то, что мы делаем, добро и зло, естественно, это соответствует состоянию нашей души. Мы делаем добро, наша душа в добре. По самому смыслу добра, душе хорошо. Потому что почему добро даже не очень добрым людям не надо делать, если нам от этого будет хорошо? Повторяю, при этом надо попадать во зло. То есть, обижаться и злиться. И вот если человек поставил себе как принцип, который нам Христос дал, он, да, достигнет того, что он не будет обижаться на то, что ему в ответ этого добра будет творить зло. То, что он станет таким обидчивым. То, что он делает добро. Где добро, так сказать, изменит его душу к лучшему постепенно. Не сразу может быть. Может, поначалу это будет немножко сложно делать добро. Может, даже немножко, а просто сложно делать добро. Но если человек вот этот принцип выбрал, это приведёт его к покаянию. Это изменит его душу. Потому что, как утверждают святые, мало просто отмечать в грехах свои грехи, которые ты делаешь, и потом приходить на исповедь и в них каяться на исповеди. Надо грехи заменять добром. Пока ты добром не вытеснишь грехи из своей души, они тебя не оставят. Поэтому хочешь быть счастливым и безгрешным, так сказать, менее грешным человеком, делай добро. Это необходима ещё и вещь. Но ещё раз говорю, что самое главное просто надо вдуматься, а что ты делаешь? А что ты не хочешь делать, когда говоришь, что что-то я много добра сделал, больше не хочу? Ты решаешь себя, обделяешь себя. Ты же не скажешь, что я больной, но дал мне немножко здоровье. А больше мне здоровья не надо. Ну, с точки зрения, обычный человек, не монаха, подвижник, который вымаливал себе смерть и смертные болезни, рак, ещё что-то. А вот с точки зрения, обычный человек, так никто не скажет, ну, зачем мне много здоровья, до этого уже поболею как следует. Человек неподвижник, он так никогда не скажет. Вот то же самое с добром. Повторяю, не может быть много. Потому что это добро, это хорошо. Поэтому вот не будем считаться. Чем больше делаем добра, чем больше мы можем выжить из себя, делать добра, тем для нас будет лучше, конечно, счёт. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...